Здравствуйте, а можно вызвать скорую? Встретился с Лёшей, и прежде чем нам пойти погулять, надо выгулять вот этого маленького зверя. И прикол в том, что она может так делать часами, не останавливаясь, я не знаю, откуда у неё столько энергии. 7, 8, 9, 238, иди сюда. Я думаю, она сейчас и вылезет. Почти, давай, там уже чуть-чуть осталось. Ну нахер! Понедельник, вторник, среда, что-то... Назад! Ура! Она сделала это! Наша Глаша уже изрядно устала, и сейчас вы сможете наблюдать, как она забавно пьёт у Лёши из рук. Ну что, как обычно, ни одна наша гулянка не обходится без вот этого вот... Без спонсора наших выпусков, Егермейстер. У нас есть с чем его замешать, это будет манговый нектар. Льда уже нет, Лёша? Ну что, сделаем? Что, сделаем? Глаш, ты... Глаш! Глаш, ты будешь тебе наливать? Я сделаю. Серьёзно, даже... О, прикольные фигурки какие, смотрите. Видишь, вот пара идёт. Класс! Черепа и косточки такие. Ну, там немного льда, но нам, я думаю, как раз на расхвате. Там и егеря на самом деле не сильно много. Короче, достали мы лёд, смотрите, какой он прикольный. Блин, как круто! Да, типа, череп такой с зубками. И череп я сломал. Второй череп ты сломал, и кости сломал. Ну, ничего, я думаю, менее вкусным наш коктейль от этого не станет. Ещё сок отдалить, и всё. Надо музыку, ключи, чё, она заткнулась. Короче, вышел я прогуляться с Назаром, он нашёл какую-то мусорку и решил на ней немножечко приодеться. Ты подвернул ногу? Что? Блядь, ты хоть связки не растянул? Не, у меня это не первый раз. Ребята, я подвернул ногу, походу, так как будет. Не, это не варик. На них убиться можно. Ты видел, как я ногой? Вот так она аж пришла, как это у тебя. Только хорошо, что я крепко зашнуровал, понял? И она аж вот тут сходилась как-то. В общем, не подошли эти кеды, поэтому сейчас Назар будет смотреть, что там есть ещё. А я пока снимаю на его телефон тоже, на два телефона сразу. Я камеру, блядь, забыл, не взял. Но вот видите, надо постоянно с собой носить камеру, если хотите снимать какие-то интересные моменты. Потому что никогда не знаешь, что случится. Официально посвящен киевские бомжи. Какие-то доктор Мартинцы палёный Назар нашёл. И Делгарита! Первый парень на селе. Так тут вот ещё целый секонд-хенд. Ну это мне кажется бомжи уже перебирают. О, Назар, а тут тебе жить, я смотрю, можно. Тут кроватка для тебя есть. Вот сюда вот ложишься и отлично. Диван такой личный свой в центре Киева. И тут уже есть куча, которую Назар отложил себе и будет точно забирать чехол. Что такое Маджито Дьюти? Маджито? Массимо Дьюти. Это очень дорогой магазин одежды, кстати. Покажи бирку. Будя говорит, это какой-то очень крутой бренд. Лайфхак, ребята, как одеться бесплатно. Даже не надо секонд-хенд. Король киевских мусорок. Хасло, бейб. Ну короче, блядь, Назар всё-таки подвернул себе ногу, как я и опасался. Потому что в замедленной съёмке, посмотрите, там очень жёстко он её подвернул. Прям полностью, блядь, вывернул в противоположную сторону. И сейчас, наверное, придётся вызывать скорую. Сначала у Назара был болевой шок, и он этого не почувствовал. Но сейчас, спустя пару минут, он уже не может просто наступать на ногу, и мне его очень сильно жаль. Потому что буквально год назад, практически на этом же месте, я вызывал сам себе скорую с этой же проблемой. Я подвернул себе ногу и растянул связки. Да вы ёбывались. У меня так всегда. Но, вроде бы, вы сами понимаете, какая ситуация сейчас происходит. Хули в этом году, блядь, сердце ломают. Просто знаете прикол какой? Почти год назад, практически на этом же месте, Назар мне скорую вызывал. Потому что у меня была подвернута нога, но только не правая, а левая. Короче, в той вот стороне есть там один мост недостроенный. Мы на него залезали, с чего валят охранников. И я спрыгивал с бетонной плиты и подвернул себе ногу. И практически в этом же месте, где мы сейчас стоим, сейчас я буду уже Назару вызывать скорую. Потому что мама виновата, что дитина дурнувата. Вон, 21 дробь. Мне берут труп. Умереть можно, пока скорую дозвонишься. Конечно, 23. Да, студия, можно вызвать скорую? Тут человек подвернул ногу. Какой адрес? Адрес улица Борисы Глибска, 21 дробь 19. Мы на углу здесь. Сейчас, ты будешь? Только быстрее, пожалуйста. Там у меня болит очень сильно. Так, тихо. Борисы Глибска, номер дома. 21 дробь 19. Посидайте. Очень болит быстрее. По моему заключению, по предварительному осмотру, у Назара растяжение не слишком сильное, не слишком серьезное. Потому что нога не сильно распухла. Да все, я снимаю носом, буду ходить. Вот видите, то есть я когда себе подворачивал ногу, у меня было сильное растяжение. Посинения там не было никакого. Опухлость была здоровенной. Раза в два, а то и три. А блядь, оно такое жесткое. А то и три больше, чем у Назара. У него немножечко там, то есть я думаю, что такое слабенькое растяжение. А что, ты босиком будешь? Ну да. Че ты прячешь тапок? Потому что мне больно, блядь, в нем. Пиздец, короче, блядь. Да выебывался. Так, блядь, самый главный прикол, что если бы я сегодня не вышел к Назару, этой хуйни не было. Я ж Назара так до сих пор и не разблокировал. Я не хотел с ним сегодня никуда идти гулять. И тут он приходит, говорит, я там недалеко возле твоей работы, давай встретимся там на контрактовой, потусим, мне там 20 минут надо с тобой переговорить. Я вышел, блядь. Ну вот, и вы видите, чем это закончилось. Я не хотел, блядь, идти сюда. Это я так делаю, чтобы не обмазать этот в рюкзаке. То есть то, что ты рюкзаки спачкаешь, то хуйня, то, что ты носок свой изнутри пачкаешь, это ничего? Да, это я не хожу, это тот, что лежит в рюкзаке всегда на всякий случай. У вас тоже лежат носки на всякий случай в рюкзаке? Ну вот случай. Ну вот видите, Назар подготовлен. А второй, если гипс наложат, можно вверх гипса надеть, это такие большие носки. Да не будет тебе никто гипс накладывать, гипс накладывается при разрыве. При разрыве сразу кожа черная прямо становится, потому что кровоизлияние. Ну, скорая приехала. Назара осматривают, в общем, сейчас. Меня не пустили вовнутрь, исходя из того, как было в прошлый раз, когда меня в скорую забирали. Осмотрят, потом, может быть, меня впустят, и мы поедем туда, в больницу, для того, чтобы врач осмотрел. Ну да, и в магазине всякие. А что сказали, нету растяжения? Да такое, типа, ферма. В общем, написали троксивозин, долобены, деклагель и миновозин. Назару зафиксировали ногу и замотали ее обычным бинтом. Надо было эластичный бинт, потому что он немного тянется. Но надо будет купить у них, да с собой по-любому нет, и он стоит отдельных денег. Хотел снимать, как мотает, не разрешила. И сейчас посмотрим по карте, где тут вообще аптека ближайшая есть. Все, я нашел аптеку, сейчас будем идти и покупать мазьбинт. Говорю, Назар, облокотись на меня, и я тебе помогу дойти. Говорит, я не хочу быть инвалидом. Я сам, говорит, хочу идти. Ну, мучайся мне тоже. А сейчас замажем нормальным бинтом. Мне печет от этого бинта, потому что она так, сука, замотала, что у меня нога вообще, ну, в общем, вот так вот никак не сгибается. Я ей говорю, замотай туда, у меня там болит. Она, блядь, мотает там, где не болит, блядь, и ногу не могу... Ну, блядь, спасибо им за то, что быстро приехали и дали, что чем мазать. Хотя этому мы и сами могли дать. Назару надо было купить согревающую мазь. Чувак себе вообще ничего не взял. По минимуму какую-то вообще не ту мазь, которую прописали, купил. Самый дешевый бинт взял. Они спиртовый раствор прописали. Сказал, типа, блядь, ты ну нахер, это очень дорого, ну нафиг, оно само заживет. Но зато на колу 20 гривен чувак не пожалел себя. А для того, чтобы мазь какую-то полечить, ногу купить, ему жалко бабок. В этом году все блогеры ломают ноги. Сейчас буду бинтовать Назару ногу, потому что он этого делать не умеет. А у меня уже такая проблема была, и я научен, к сожалению. Ну все, готово. Сидим с Назаром уже на набережной. Подвыпили немножечко пивка. Назар, правда, не бухает, он пьет колу. Я колу. Вы представляете, Назар, блядь, и не бухает. Потому что вы все, блядь, в видео выставляете, что якобы я, блядь, бухаю, пиздец. Я бухаю только, ну и то редко, и то иногда. Я уже сто раз в своих видео говорил о том, что мне очень нравится сидеть на набережной, и я не отказываюсь от своих слов, понимаете. Вот я просто снимаю то, что реально происходит, поэтому вы так часто и наблюдаете за тем, как я сижу на набережной. Здесь так круто, мне так умиротворяет вот эта вот вода. И сейчас особенно классная погода, и это очень круто. Я просто кайфую от этого, когда прихожу сюда, включая какую-то свою музычку. Есть, может быть, что-то подвыпить, но это не обязательно. И, блин, мне так нравится просто. Ребята, вот хочу сказать сейчас и спросить Бодю, и заодно спросить вас. А ну напишите в комментариях, хотите ли, чтобы Бодя переименовал свой канал с названием Богдан Кисляк на название Богданелла? Я думаю, было бы прикольно. Ну напишите, кому интересно. Я стал солидным. Назар купил себе паленые AirPods за 350 гривен. Ну, у некоторых штан... Блядь, это такая тупая шутка про штаны за 40 гривен, я не буду говорить. Главное, что айфон не паленый. А, по поводу айфона, да, вы же видели в прошлом моем видео, то, что Назар себе купил айфон. Субтитры сделал DimaTorzok